Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Всем привет, добро пожаловать ко мне на канал. Начинаю сегодня новый влог. Я сейчас встану где-нибудь, чтобы более-менее вот так вот постою. Я вам расскажу коротко о текущих делах. Скажу вам сегодня свои покупки. Ходила в магазин, пополнила свои запасы. Купила две упаковки спагетти из для плова, крупа гречневая ядрица и макароны. Вот такие вот взяла в этот раз. Взяла масло подсолнечное по 94 рубля оно у нас. Взяла сгущенку на тот случай, если вдруг захочу кофе с молоком. Молоко я как-то особо не пью, но могу добавить, например, сгущенку. Взяла лук. Брала специальные небольшие головки, чтобы можно было использовать одну за раз. Приправа от приправы чая для мясного фарша. К чаю взяла вот такой вот тортик тирамису. Колбаска венская, сервелат. Здесь у нас уже пошла бытовая химия, порошок Бимакс. Взяла вот такой вот детский кондиционер, концентрат 1 равно 2 литра. Также взяла на пробу вот такую вот фасоль с овощами. Я вообще люблю вот такие вот заготовочки в баночках. Томатная паста, как всегда. Кофе черная карта. И чай Брукбонд. Чай взяла по акции. Очень удачно взяла. Стоил он очень недорого. Взяла туалетную бумагу по акции. Две упаковки по цене одной. Также по этой же акции я взяла фэйри. Две по цене одной. И по такой же акции у меня вышли влажные салфетки. Салфетки влажные у меня теперь постоянно. Они у меня в постоянном ходу. Я ими постоянно пользуюсь. И они у меня очень быстро кончаются. Поэтому взяла удачно. И взяла себе жидкость для снятия лака без ацетона. Ну, в общем, вот такие вот были у меня небольшие покупочки. За все про все я отдала 2038 рублей. Сегодня съездила, оплатила свои покупки в Леруа. Завтра у меня будет доставка. Как мы и договорились с сантехником, я все покупаю самое крупное. И везу это на машине. По мелочи все сам привезет он. Хочу сразу сказать, что ценники подорожали. Мы были в Леруа 23 февраля. Сегодня у нас 1 марта. И ценники уже увеличены. Я очень сильно удивилась. Говорю продавцу-консультанту, что буквально были на прошлой неделе. Ценники были совсем другие. Она говорит, да, мы уже все поменяли. Я говорю, ну понятно, как бы стоило этого и ожидать. Унитаз, который я хотела брать, самый дешевый, вышел у меня в 5 с лишним тысяч. То, что я снимала на видео и показывала вам унитазы по 3 тысячи с лишним, там 4 тысячи с лишним. Таких унитазов уже, конечно же, нет. Эти же самые унитазы, но стоят они уже все от 5 тысяч. Вот так вот быстренько все магазины переобулись. И поменяли свои ценники. Очень расстроилась, конечно, когда увидела ценники. Сразу подумала о ванне, сколько же будет сейчас стоить ванна. Но девушка меня, консультант, сразу обрадовала. Говорит, ванны не подорожали. То есть подорожало большинство товаров. Но ванны пока стоят в своей ценовой категории. Я говорю, ну пойдемте тогда сразу оформим ванну. И, в общем, быстренько-быстренько я все выбрала, походила, все подобавляла себе в корзину и оформила доставку. Дальше уже будет докупать все остальное мастер. Ну и плюс еще я не покупала смеситель. Потому что я посмотрела смесители, которые в Леруа продаются. Ну знаете, вот 1Г, если честно, просто 1Г. И ценники такие космические, что, ну, просто слов нет, если честно. Поэтому смеситель я еще буду искать. Дорогой брать не буду. Буду брать также бюджетный. Вот такие, в общем, дела по моей ванной комнате. Девочки, следующая новость, которой хочу поделиться с вами. Я, наконец-то, получила письмо от Google Adsense. Я вчера была в городе, ночевала и сделала все необходимое для того, чтобы мне уже подключили монетизацию. И чтобы можно было получать деньги с Google Adsense. Но самое печальное, что теперь заблокированы все банки. И получается, что деньги зависли на Google Adsense. Но вывести их Google, на мой счет, теперь не может. Потому что попросту все заблокировано. Сказать, что я расстроилась, конечно, это ничего не сказать. Когда ты идешь к цели 2 года, наконец-то ты ее добиваешься. Ты достигаешь всех нужных результатов. И в итоге вот просто получается вот такая вот, простите, же. Не знаю, что теперь делать. Еще, кстати, с 24 числа, как началась вот вся вот эта ситуация. Аккаунт полностью нигде не фигурируется, не показывается. Полностью упали просмотры. Больше 50% охват упал. Аудитория упала. Комментариев нет практически. Нету никаких там центов не падает, к сожалению. Аккаунт просто его вообще нету. Грубо говоря, полностью все заблокировано. Так что к монетизации я шла-шла, но не дошла. И канал у меня вернулся к исходным позициям. Ну ничего, я надеюсь на лучшее. Все-таки я верю в лучшее и надеюсь на лучшее. Хочу сказать, что у меня начался отпуск. Отпуск у меня этот был запланированный. Я распределяла весь свой отпуск по частям, чтобы несколько раз отдохнуть, а не один раз в год. Я уже затопила печку. У нас вот вроде на улице как бы не холодно. Но сегодня вот, например, ветер. И пасмурно. Хотя, конечно, уже хочется так тепла. Но тепла пока у нас нету. Сейчас вот пока будут две недели в отпуске. Попробую поднять охваты канала. Попробую повыкладывать почаще видео. Посмотрю на результат. Может быть, все-таки это я виновата. Из-за того, что я редко выкладываю видео. И из-за этого охваты падают. Вот сейчас посмотрю в течение двух недель, что у меня будет отпуск. Что будет с каналом. И как себя покажут показатели, статистики. Ну и буду делать вывод, конечно. Так как у нас вчера Центробанк повысил ключевую ставку до 20%. Что просто, знаете, непостижимо логике. Это нам непостижимо. Им все постижимо. И знаете, я вот очередной раз убедилась в том, что как же вовремя я купила дом. Потому что уже сейчас бы, например, я бы уже уж точно бы не купила дом в ипотеку. И знаете, у меня бы просто банк даже бы не дал мне ипотеку с моей зарплатой. Ну и, естественно, процентная ставка по ипотеке сейчас была бы уже гораздо выше. И все какие-то кредиты, все-все-все было бы уже выше сейчас. И я бы не потянула, честно. Когда несколько доходов, тогда да, еще можно куда-то всуваться. А когда у тебя один доход, то очень страшно. Очень страшно. Кстати, я уже посадила... Посадила... Не посадила. Я замочила перцы. Но это моя вторая попытка уже, если честно. Я сейчас покажу. Ну, в общем, вот мои замоченные семена. Это моя уже вторая попытка. Первая попытка, к сожалению, не увенчалась успехом. Они у меня все семена сгнили. Я перелила воды в землю. И, в общем, они там закисли, как каша стали. Ну, и сейчас семена, они вот лежат уже, наверное, знаете, дня три. И они не прорастают. Я не могу понять, что с семенами. Почему они не прорастают? Вот видите? Может быть, это семена плохие. Я, наверное, еще поеду в пятницу в город. Домой туда. Я, наверное, куплю другие семена перцев. Куплю другие семена перцев, потому что, ну, мне кажется, что-то либо с семенами... Ой, либо, не знаю, либо я что-то не так делаю. Ну, вот я вроде смотрю, как у других, да, и делаю так же. Вот. Ну, а здесь, я что-то не знаю, вторая попытка, и все не так, и все не эдак. Я, конечно, не расстраиваюсь, потому что рассаду всегда можно купить. Любую рассаду сейчас все продают. В общем, поехала в питомник, закупила всю рассаду. В этом, как бы, нет проблем. Как бы я каждый год что-то покупаю. Для меня в этом ничего страшного нет, купить рассаду. В прошлом году я вообще не хотела перцы даже садить. Я просто купила 10 кустиков у бабушки на рынке и посадила их на даче. Но дело-то в том, что я хотела сама вырастить, чтобы не покупать. Понимаете? Но у меня что-то не получается. Не знаю. Ну, в общем, я буду пробовать. Я не буду отчаиваться. И, как сказали кто-то в комментариях, написал, женщина, не помню, как зовут, я упертая. Да, я упертая. Да. К сожалению, да, я упертая. И иногда мне это очень сильно мешает. Очень сильно это мне вредит. Но не могу ничего с собой сделать. Так что буду пробовать еще. Что еще хочу вам показать? У меня, в общем, под раковиной начал расти цветок. Я вам сейчас покажу. В общем, вот этот горшок стоял у меня под раковиной. Не было вот этих всех листиков. Он стоял в пакете. Это оставили предыдущие хозяева. То есть ничего не было. И вот буквально... Ну, вот куда лезет? Она его сожрать хочет. И буквально, вот, наверное, недели две назад я полезла под раковину и смотрю, у меня там под пакетом что-то зелененькое торчит. Я этот пакет достала, развернула его, а там вот растет вот этот цветок. Я даже не знаю, что это за цветок. Ну, вот, представляете, вот за две недели он вот так вот вырос. Листики такие, знаете, края. Может быть, это герань какая-нибудь. Ну, в общем, я не знаю, посмотрим, что вырастет. Ну, просто я очень сильно удивилась. Они, видимо, этот цветок хотели выкинуть. Вот. Ну, корень, видимо, остался вот это в земле. И корень был, видимо, хороший. И он начал прорастать. Хотя два месяца горшок-то никто не поливал. Представляете, насколько сильный цветочек вот этот вот. Вот прям, вот знаете, посмотрим потом, что это за цветок. Я знаю, что у меня есть много девочек, которые хорошо разбираются в цветах, которые разводят цветы. И я потом покажу, когда он побольше станет. И, может быть, кто-то узнает, что это за цветок. Ну, вот такие дела. Ребятки, ну все. Мы сегодня будем с Муркой с вами прощаться. Всем пока-пока. Не забывайте подписываться на мой канал, ставьте пальцы вверх, пишите комментарии. Спасибо всем большое за просмотры. И завтра ждем доставку с покупками из Leroy Merlin. Всем пока-пока. До новых встреч.